Добрый день! Сегодняшней лекции я посвящаю скорейшему достижению мира в Украине. Итак, сущность зла и значение слова РА, то есть оригинала на иврите. Действительно ли мы понимаем, что такое зло, или слово «плохо», как оно по-другому переводится? Ведь этот, как и все остальные человеческие термины, субъективен. Но не надо отчаиваться, ведь у нас есть огромное подспорье. Мы говорим о слове на специальном языке, на языке иврит, на языке, на котором изложена суть вещей с божественной, то есть с объективной точки зрения. Для тех, кто не в курсе, в чем состоит лингвистическая разница между ивритами и, скажем, европейскими языками, советую посмотреть соответствующую лекцию, записанную, но недавно. Итак, для того, чтобы добраться до сущности зла для значения слова РА, предлагаю следующий план. Во-первых, посмотрим на использование слова РА в Торе, в Танахе. Во-вторых, выведем значение этого слова, исходя из орфографии, из написания его на иврите. И в-третьих, поищем возможные ассоциации этого концепта зла с реальностью, с нашей жизнью, с материальным миром. И в конце разберем ассоциации выведенного нами значения этого слова с другими философскими концептами в иудаизме и посмотрим, есть соответствие или нет соответствия. Итак, перейдем к примерам использования слова РА в Торе. Слово РА используется в Торе 1322 раза, точнее в Танахе. Это огромное количество упоминаний. Есть немного слов, которые используются так часто в Танахе. Это нам говорит о важности этого концепта и о важности этого слова. Давайте же разбираться. Какие значения принимает слово РА в источнике? Итак, источники я привел с правой стороны в табличке. У кого есть время и желание, может посмотреть в эти источники, заглянуть туда. И переводы, собственно, такие. Первое значение худо. То есть худо в смысле как бы плохо. Следующий нездоровый вид. Зло. Следующее значение разбито. Затем бедствие. Злоба. Переводится еще как разлагающийся фрукт. Или в принципе как результат разложения. И переводится еще как грусть и безнравственность. Итак, это наши переводы. Это наши значения слова РА. Понимаем ли мы, исходя из этих переводов, что означает собственно зло? То есть где вот этот общий обобщающий момент этих всех переводов? Что стоит за этим словом? И разбираться мы будем, как я предлагал, исходя из орфографии слова, исходя из написания слова на языке иврит, на языке оригинала. Тут надо сделать маленькую вводную, кратко описать иврит. В этом языке буквы имеют значение. Каждая буква имеет свое значение. И смысл каждого слова зависит поэтому от используемых в нем букв. То есть если буква имеет значение, значит слово имеет значение соответственно буквам, которые используются в корне слова. Соответственно слова с похожими корнями имеют сходный смысл. И это мы и используем. То есть мы берем слова с похожим корнем, в котором есть такие же буквы рейш и айн, которые в слове ра есть. То есть мы берем родственные слова и пытаемся понять, что в них общего. И вот это общее может быть даст нам понять значение слова ра и определиться с сущностью зла. Следующая табличка сделана следующим образом. Значит, во-первых, слово на иврите, левый столбец. После него приводится корень слова на иврите. То есть корень слова это три буквы, которые образуют это слово. Для тех, кто не читает на иврите, я написал еще транскрипцию на русском языке, как это слово читается. Это третий столбец. В четвертом столбце перевод или переводы. Есть разные переводы для каждого слова. Самый последний столбец это источник, в котором найдено это слово. И посредине будем вводить общий смысл. Понимать общий смысл всех этих слов, которые однокоренные. Например, в слове ро-э есть рэйш, есть айн. В слове ре-эха есть рэйш и есть айн. В слове зэра есть рэйш и есть айн. То есть что-то в этих словах будет общим. И вот это общее мы будем искать и надеемся, что оно нам даст понять значение слова «ра» или значение зла. Итак, что общего между пастухом, шумом и голодом? Те, кто хочет над этим сами подумать, может остановить видео на этом месте и потом включить дальше. Для всех остальных продолжаем. Ответ следующий. Пытаемся понять значение каждого слова. Кто такой пастух? Пастух это смотритель за стадом. А что такое стадо? Стадо сыт и завец. Овцы это составные части стада. То есть пастух нужен как восполнение недостатка качества, качества стада. Какой недостаток? Они разбредутся все, они могут не найти пастбище и все такое. Он должен их защищать, пастух. То есть выделяем здесь два, две важных вещи. Во-первых, это речь идет о частях чего-то общего. И во-вторых, речь идет о недостатке. Следующее слово ре-эха. Ре-эха это ближний, друг, некто. То есть наша формула «люби ближнего как самого себя», «ве агафта» это ре-эха, камоха. Она вот именно про это, про этого ближнего. Итак, кто такой ближний? Ближний это тоже составная часть общности, которую надо любить. Любить как восполнение недостатка качества. То есть если общество состоит из ближних, которые друг друга, скажем, не любят, то это будет общество ущербное с недостатком. Опять же, два качества мы выделили. Во-первых, есть какие-то части, и во-вторых, есть недостаток. Следующее слово true-а. Есть опять рейш и есть айн. Что такое true-а? Это определенный прерывистый звук. Это одно из значений, я должен сказать. Есть другие значения слова true-а. Но для нас возьмем это. Что такое true-а? True-а это один из трех звуков, которые мы играем на шафаре, когда мы используем шафар в Роша-Шана и на Йон-Кипур. То мы делаем три звука. И вот третий из звуков, прерывистый, состоящий из девяти отдельных звуков, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, он называется true-а. То есть тут у нас есть прерывистые звуки, которые являются составными частями, опять же, общего звука. И еще примечательно, что они ассоциируются, вот эти девять звуков, это true-а ассоциируется с плачем. То есть плачь тоже как недостаток. Так как человеческое качество, которое характеризует какой-то недостаток. А мы не плачем, когда все нормально. Итак, как таковое слово «раа» идет у нас четвертым. Корень слова «рейшайнайн» переводится оно как «зло», «плохо» или «нездорово» и иногда как «разбить» в слове «яроа». То есть корень один и тот же. Чем является зло или, скажем так, что является результатом зла? Результатом зла является разделение людей. Людей как составных частей общества. Плохо в смысле «нездорово» нам говорит о недостатке качества, как нехватке нужных составных питательных веществ. И если мы что-то разбиваем, то мы превозносим, то есть мы делаем недостаток качества вещи, которая теперь состоит из разбитых частей. Вот этого единого целого, бывшего единого целого. То есть и тут мы видим везде, речь идет о каких-то частях и речь идет о определенном недостатке, который связан с этими частями. Следующее слово специальное, слово «радцац». Мы видим, здесь есть речь, но нет айна нигде. Почему мы его взяли? Это слово на арамейском языке соответствует... В арамейском слово «радцац» еврейское соответствует слову «раа». То есть именно тому слову, которое мы только что проговорили. Слову «зло». И вот слово «радцац» мы видим, что оно тоже как минимум смысловое значение и имеет очень сходное. Оно означает «разбить на куски». То есть в слове «раа» мы тоже видели, что это значит «разбить». Так вот «радцац» значит тоже «разбить на куски». Опять же, имеем дело с некачественным состоянием из частей чего-то целого. И что примечательно, то место, где слово «радцац» приводится, у Ешаяу в 45 главе, там он использует слово «антоним», то есть противоположное слово, он говорит «радцац» и «шалом» как противоположность. То есть он говорит, что «разбитие на куски» – это противоположность целостности. Тем самым «радцац» является антагонистом мира или целостности. Следующее слово – слово «раша». «раша» обозначает либо действовать нечестиво, либо быть нечестивым. То есть как существительное оно значит «нечестивый». Чем является нечестивец? Он ухудшает связь между составными частями общества, составляя недостаток в этом обществе. Следующее слово «рааш» – шум. Что такое шум? Шум – это не гармонирующий друг с другом части общего звукового фона. То есть есть какие-то звуки, которые не соответствуют друг другу, не гармонируют друг с другом, тем самым создавая недостаток. Когда мы слушаем музыку, в музыке есть гармония, и эти части, гармонируя друг с другом, не создают этот недостаток. А вот шум слова «рааш» имеет в себе определенный недостаток. То есть и тут есть, во-первых, части, и во-вторых, недостаток в этих частях, потому что они не связаны друг с другом, не гармонируют. Следующее интересное слово – слово «зера». В слове «зера» тоже есть «рейш» и «айн». И оно переводится, в зависимости от места в Танахе, как «сеять», «семя», «сила» и «рука». Поймем, что означает «семя». «Семя» – это материал из частиц, во-первых, из многих частиц. И «семя» содержит в себе определенный недостаток возможного качества, то есть нереализованный потенциал. Если потенциал реализован, то тогда из семени получится либо человек новый, либо новое растение, дерево, например. То есть, есть у семени потенциал, и пока он нереализован, в этом семени есть недостаток нереализованного потенциала. То есть, опять же, есть частицы и есть недостаток. Кстати, слово «сила», которое тоже является переводом зеро. «Сила» – это тоже является потенциалом. То есть, когда мы что-то делаем, мы реализуем свой потенциал силы. Последнее слово, которое предлагается сегодня, это слово «РАЭФ», слово «голодать». Чем является голод? Тоже является недостатком нужных для организма составных частей. В данном случае, питательных веществ для качественного единства тут на уровне одного организма, на уровне индивидуума. То есть, что мы видим? Вот эти все слова, где есть буква «Рэйш» и буква «Айн», они каким-то образом приводят нас к тому, что зло – это наличие какого-то качественного недостатка, когда части чего-то общего разъединены. Некоторые из значений слов находятся на уровне индивидуума, другие – на уровне общества, третие, как мы видим, вообще из неодушевленного мира. То есть, по-видимому, концепция зла в иврите, она очень широкая и распространяется за пределы человеческой психологии. И если она такая распространенная, эта концепция, можно попытаться понять, есть ли у нашего слова какая-либо связь с нашей жизнью, с нашей повседневностью, с нашим материальным миром. И это третий пункт нашего разбора возможной ассоциации с реальностью. Я хочу показать пару примеров, которые мне навеяло вот такое понимание сущности зла, выведенной из языка. Не ждите научного доказательства, это лишь ассоциации, которые, может быть, кого-то подтолкнут к новым идеям. Итак, есть ли у нашей концепции зла какая-либо связь с повседневной жизнью? Начнем с любителей физики. Сложные объекты материального мира, а практически все объекты материального мира сложные. Возьмем, например, живые существа. Они не являются, мы не являемся монолитами. Мы состоим из более простых составных частей, из аминокислот, жиров, которые в свою очередь состоят тоже из составных частей, молекул, атомов и так далее. Элементы, распадающиеся на составные части или организмы, распадающиеся на составные части, теряют свои свойства, то есть становятся менее качественными. То есть, опять же, во-первых, части, которые не соединены над разрумом, мы видим, являются менее качественными. Пример для любителей химии. Для тех, кто помнит еще таблицу химических элементов, или как ее в России называли, в Советском Союзе называли таблицу Менделеева. Те из элементов, у которых на внешнем электронном слое, внимание, божественное число, у которых на электронном слое последнем меньше восьми электронов, реагируют с другими элементами более-менее хорошо. Являются иногда агрессивными, иногда радиоактивными и так далее. А те, у которых на внешнем электронном слое полные восемь электронов, то есть больше восьми не бывает, являются благородными газами. Почему их называют благородными газами? Они ни с чем не реагируют. Или как минимум очень плохо реагируют. Не хотят. Как по мне, это очень похоже на состояние целостности, на состояние, которое описывается словом «шалем». обобщенным можно утверждать, что химические реакции работают в сторону совмещения нескольких химических элементов. Эти элементы, они совместно используют свои электроны, чтобы внешние электронные слои, на которых у них недостает электронов до восьми, стали полными. то есть они меняются своими электронами, таким образом пополняя свои электронные слои. И вот молекулы, которые так образованы, с заполненными слоями, они являются, как правило, устойчивыми. В смысле, не распадаются сами по себе. И такой молекуле не хочется распадаться. Как говорится, какой молекуле не хочется стабильности и мира? Для любителей обществоведения, если взять общество как составной сложный духовный организм, мы тоже видим, что в странах, где взаимодействие между частицами общества, его гражданами, не очень хорошо работает, например, из-за неправильных этических ценностей, страна выглядит соответственно. то есть тоже вроде подходит, когда частицы общества не соответствуют определенным правилам и не взаимодействуют друг с другом как надо, появляется некачественность. То есть наша формула из языка зло как некачественность из нецелостности прослеживается и в материальном мире тоже. последний раздел нашего разбора давайте поищем теперь сходные концепты в еврейской философии, то есть ассоциации с выведенным значением слова зло, слово ра, с философскими концептами в иудаизме. Первое, что приходит на ум, это пример партикуляризации в истории с Адамом. Во-первых, Бог создает Адама как существо с женским и мужским началом, но это как бы не является конечной стадией. Потом Бог разделяет Адама на мужчину и женщину, то есть на части, но и это не является конечной стадией. Потом Бог заповедует нам стать одним целым состоящим теперь из частей. Это является конечной стадией целостности. То есть разделение на мужчин и женщин можно сказать как некачественность, как зло, преодолев которое по своей воле мы становимся целостными и божественными как минимум на уровне семьи. Это первый пример. Второй пример. Давайте вспомним, как характеризуется Всевышний в Танахе в определенном месте. В книге Дворим говорится про Всевышнего «Он творит суд сироте и вдове и любит пришельца, доставляя ему хлеб и одежду». Мы знаем, что Бог не меняется, не меняет ни своего мнения, ни свой характер, ни свои желания. То есть таким, как его здесь описывает Тора, творит суд сироте и вдове и так далее, таким он был всегда. Тогда как это возможно, что уже до сотворения мира Всевышний был помощником сирот, вдов и пришельцев? То есть еще до того, как было мироздание и до того, как появились сироты, вдовы и пришельцы? Мой личный ответ на этот вопрос таков. Если разобраться, кто такие сирота, вдовы и пришелец, мы поймем, что это самые незащищенные члены общества, за которые, за которых возможно никто сам по себе не заступится. То есть состояние такое, как было в Израиле, у Израиля в Египте, то есть нет Гоэля, нет заступника. А если так, то каким является общество, в котором есть вот такие незащищенные люди, такие незащищенные слои общества? Оно является, во-первых, нецелостным, а разобщенным, и, во-вторых, это делает это общество ущербным или недостаточно качественным, как минимум для тех, за кого некому заступиться. Эти же две характеристики мы наблюдали и в значении слова «ра» – нецелостность и некачественность из-за этого. А что мы знаем о главной характеристике Всевышнего? Мы повторяем ее множество раз ежедневно в молитве. Адушем Эхад – то есть Всевышний един. А мир, в котором есть незащищенные, он не един, он разобщен, то есть является противоречием единству. Именно поэтому может быть творец является помощником сирот, вдов и пришельцев. Эти качества по-видимому являются следствием божественного единства. Всевышний дает нам прямо в следующем стихе более простую понятную мотивацию для любви к пришельцу, чем сейчас нами разобранное сложное понятие божественного единства. Любите сироту, потому что Бог един – это тяжело понять. А вот в следующем стихе написано «Так и вы любите пришельца, ибо сами были вы пришельцами в земле египетской». То есть предлагаемое решение такое. Любите пришельца, ибо сами были пришельцами. Наше соприкосновение со злом является мотивацией для сочувствия любви к пришельцам. Возможно, со злом надо столкнуться, создавая таким образом возможность выработать в себе качество выбора и стремление к добру, как добродетель. В смысле вне зависимости от какой-либо кажущейся целесообразности. То есть я это делаю, потому что это правильно, а не потому что я думаю, что это мне чем-то поможет. То есть в конечном итоге это, конечно же, поможет, но даже если я это не вижу, я должен это делать. Может быть, оно поможет через 10 лет или через 100 лет. И вот такое добродетель, такое стремление к добру, это делает нас носителями высоких качеств. Мы станем божественно совместимыми, можно сказать. Вот такую мотивацию любите пришельца, потому что сами были пришельцами, ее может понять и прочувствовать любой, кто находился в такой же ситуации. Зло это как бы те грабли, наступив много раз на которые, мы в конце концов по своей воле выберем больше на них не наступать. И мы видим на многих грабли люди как минимум западного мира уже не наступают. Наше общество стало более целостным и более качественным. например, рабство как категория зла и разобщенности и некачественности дает понять значение свободы. Несправедливость дает понять значение правового государства. И можно только надеяться, что смерть как наивысший уровень зла нужен для понимания значения вечной жизни, которая нам обещана. У меня тут записано. Последний пример из еврейства, из иудаизма такой. В мире, который должен соответствовать собственным характеристикам Творца, мы, люди, должны тоже быть едины, потому что Творец един. Именно поэтому надо любить ближнего, чтобы быть единым целым. Именно тогда, когда мы будем любить ближнего, у нас не будет незащищенных сирот, вдов и пришельцев. То есть, может быть, сироты, вдовы и пришельцы будут, никто не говорит, что не будет в принципе никаких бедствий. сироты может и будут появляться, но незащищенных не будет. То есть, не будет ущербности в нашем единении. Это и есть та цель, которой человечество, к сожалению, по-видимому, бессознательно стремится. Это будет той базой, наверное, про которую говорил Исайя, и перекуют мечи свои на орала и копья своей на серпы, не поднимет народ на народ меча и не будут более учиться воевать. Вот именно тогда мы достигнем той духовной степени единства, на которой мы сможем с помощью Машеха соединиться с Творцом. Сразу из этого следует вопрос, а как к этому собственно прийти? Есть два пути. Первый путь это тот, по которому мы идем по идее, метод тыка, через страдания понять, какая этика нам, как людям необходима. Это, кстати, соответствует по-моему дереву познания добра и зла. То есть в этом случае мы слушаемся голоса змея и сами решаем, что хорошо, а что плохо. есть второй путь выбрать сразу этику Торы, положившись на этику предписанную Творцом. Этот путь соответствует выбору дерева жизни. То есть мы слушаемся не своих животных инстинктов и сами решаем, что хорошо, что плохо, а слушаемся Творца и едим не с дерева познания добра и зла, а с дерева дерево жизни. То есть Тора говорит нам, что хорошо, а что плохо. Как по-видимому, мы идем по первому пути, так или иначе, наверное, мы придем к одному и тому же результату. Итак, всего какие-то там 613 заповедей, а для неевреев и того меньше, и мы в дамках. Работаем. Спасибо.